Три, два, один! Явный фальш-старт, но здесь это мало кого волнует. Стая спортсменов растекается по дистанции. Каждый вырывает кусочек лыжни, не наехав на соперника. Давка на старте быстро заканчивается. Мамы с малышами, семилетние спортсмены катят неспешно. По-другому не получается. Вот так вот ты знал, что ты упадешь. Давай вперед. Быстро. У меня два километра. А это для тебя много или мало? Ну, что-то среднее. Среднее? Да. А за сколько ты обычно это проезжаешь? Ну, где-то минут 25. Два километра для детей, три подросткам, пять мужчинам и женщинам. Символические дистанции лыжни России, на которую Барнаул стал в 13-й раз. Эти старты будят любителей и разгоняют профессионалов на новое время. Не больше 13-й. Это для тебя хорошо? Это для меня очень хорошо. Я сегодня чувствую себя намного лучше, чем вчера. Вчера было очень тяжело. Даже на трех километрах. Не профессионалов заботит не время, а качество. Ни разу не упасть на скользком снегу – уже успех. Хотя, с точки зрения организаторов, лучше погоды и места не придумать. Здесь попроще, потому что здесь равнина. Нет подъемов больших и спусков опасных. Поэтому, вот как раз, вот это предназначено для спортивного праздника, для среднего уровня, для начинающих лыжников. Тех, кто вот начинает. А для спортсменов это как бы тоже тренировка. Это вот позитива, как-то вот его как бы хватаешь, его надолго хватает потом, в повседневной жизни. А с хорошим настроением уносят и брендированную шапку. Их на Алтай привезли 280 тысяч штук. И тысячу с лишним уже раздали участникам лыжни России. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.